Глава региона Даниил Ахметов посоветовал ответственным лицам за подачу тепла в Риддаре не повторять прежних ошибок и в этом году заранее подготовиться к отопительному сезону. Этот вопрос будет строго контролироваться, а паспорта готовности должны проверять сертифицированные специалисты. Об этом шла речь на очередном заседании в областном Акимате, посвященном подготовке к отопительному сезону. Зима уже не за горами, а в Риддаре, как известно, в этот период стоят суровые холода. На теплоисточник возлагается большая ответственность. Уже не одно совещание в областном Акимате было посвящено проблеме подачи тепла в Риддаре и состоянию местной ТЭЦ. На данный момент на предприятии ведется ремонт оборудования. В готовность приведены первая и вторая турбины. Работы на пятой обещают закончить в сентябрю. Поскольку я не поверю никому, паспорт готовности должен быть заверен с отвечающей госструктуры. Раз в неделю вы должны туда выезжать и разбираться. Мы не должны повторить историю прошлого года, когда паспорта в готовности нет, идет подача тепла и так далее. Записать протокол и к первому сентября завершить. Кроме того, отремонтировано 700 метров теплотрассы. До начала отопительного сезона завершится ремонт еще двух километров. Как пообещали ответственные лица, опрессовка будет завершена до 15 сентября. Ошибка была прошлого года в том, что были дома без паспорта в готовности. Потом вы подавали. Задача этого года, Ержан Аштабович, к первому сентября завершить, получить паспорта в готовности. Затем вместе с ТЭЦ начинать вопросы, связанные с наладкой тепловых сетей и поддержанием соответствующих гидравлического режима. Глава региона Даниил Ахметов также поручил всем бюджетным организациям внести предоплату за отопление, чтобы эти средства пошли на закуп топлива для ТЭЦ и ремонтные работы. Ежедневно на теплостанцию прибывают 10 вагонов с углем. Потребность населения в твердом топливе составляет 5300 тонн. Работают два тупика. Более 60% жителей уже приобрели уголь и ажиотажа не наблюдается. Еженедельно заместитель Акима Восточно-Казахстанской области должен лично на месте контролировать ситуацию.